приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня друзья в этом видео мы уделим внимание народным приметам традициями обрядом на 23 мая оставайтесь с нами просмотрите это видео от начала до конца будет очень много полезной и важной информации прямо сейчас ставьте лайк обязательно подписывайтесь на наш канал заходите на канал у нас очень много полезной и важной информации также всем благодарим за донаты итак друзья давайте начинать 23 мая православная церковь почитает апостола симона канонита который является покровителем кладоискателей земледельцев и брака этот святой был выходцем из поселения кана галилейская и его жизнь наполнена событиями которые ли которые и сделали его важной фигурой в христианской традиции симон был сыном иосифа обручника и братом иисуса христа именно на его брачном пире в кане галилейской спаситель совершил свое первое чудо превратил воду в вино этот эпизод из евангелия от иоанна известен как первое публичное проявление божественной силы иисуса христа вино на брачном пире закончилась и по просьбе марии матери иисуса он повелел наполнить 6 каменных водоносов водой которая затем превратилась вино это чудо произвело огромное впечатление на симона и он уверовал в господа бога став его преданным последователем после этого чуда симон канонит оставил все и последовал за иисусом став одним из двенадцати апостолов за свою ревностную проповедь и распространение слова божьего он получил прозвище зелот что означает ревнитель его миссионерская деятельность охватывала различные регионы включая иудею ливию египет и даже британию симон канонит активно проповедовал евангелие неся свет христовой веры в самые отдаленные уголки тогдашнего мира свою жизнь апостол симон закончил в абхазии приняв мученическую кончину от язычников которые распяли его на кресте мученическая смерть стала свидетельством его непоколебимой веры и преданности господу в абхазии в новом афоне находится монастырь посвященный апостолу симону канонину где по преданию сохранились его мощи апостол симон канонит считается покровителем кладоискателей земледельцев и брака его покровительство кладоискателем связано с тем что он сам обрел величайшее сокровище веру во христа земледельцы обращаются к нему с молитвами о плодородии земли и хороших урожая прося благословения на свои труды как участник брачного пира в кане галилейской симон канонит также почитается как покровитель брака супружеские пары молятся ему о мире и благополучии в семье в народном календаре этот день назвали день симона зилота известный также как симонов день этот праздник глубоко укоренился в традициях и верованиях наших предков которые связали имя апостола симона зил зилота золотом и земледельческими обрядами наши предки интерпретировали имя апостола симона по-своему основываясь на его созвучии со словом золото это привело к ассоциациям с золотой пшеницей и кладами закопанными в земле считаю что 23 мая день когда земля хранит в себе особую силу и благословение на будущее урожая в некоторых регионов на симонов день продолжали сеять пшеницу полагая что это принесет богатый урожай этот день считался благоприятным для посева поскольку наши предки верили что земля в это время особенно щедра и готова дарить свои плоды однако в других регионах существовала совершенно противоположная традиция 23 мая землю почитали как именинницу и потому работу на земле считали грехом крестьяне всему на в день воздерживались от любых земляных работ не пахали не баранили не рыли и особенно избегали вбивать в землю колья чтобы не потревожить ее покой считалось что земля в этот день должна отдыхать и набираться сил для будущего урожая день симона был окружен множеством мифов и суеверий люди верили что в этот день можно найти клады но делать это нужно с большой осторожностью существовало по вере что золото и клады могут нести в себе скрытое зло или даже быть проклятыми поэтому те кто решался искать клады проводили особые обряды чтобы защитить себя от возможных бед некоторые связывали этот день с магией и заговорами например в народе говорили что если всему на в день прочитать специальные слова над землей то она подарит щедрый урожай однако такие обряды всегда сопровождались риском и люди подходили к ним с трепетом и осторожностью в этот день деревнях проводили обряды освещения земли считалось что это помогает уберечь поля от града и засухи а также приносит богатый урожай люди выходили на поля с иконами и читали молитвы окропляли землю святой водичкой просили у святого симона защиты и благословения кроме того 23 мая считался подходящим днем для проведения различных магических обрядов связанных с привлечением удачи и богатства крестьяне вере что в этот день можно проводить ритуалы направленные на улучшение материального благосостояния и благополучия семьи в этот день крестьяне знахари предпочитали заниматься не земледельческими работами а собиранием целебных трав и кореньев веря в то что именно в этот день они обретают особую силу и лечебные свойства симон зилот по народным убеждением наделяет целебными свойствам многие растения бабушки травницы и знахари самого раннего утра отправлялись к болотам полям и лесам чтобы проверить налились ли коренья и готовы ли они к сбору и существовала даже поговорка на апостола зилота собирая зелье на болоте это означало что в этот день идеально подходил для сбора целебных растений по лесам и полям собирали травы которые считались особенно мощными и целительными в этот день каждый дом старался запастись лекарственными растениями которые использовали для различий для лечения различных болезней помимо этого травницы заготавливали приворотное зелье и зелье от мышей и нечистой силы веря что симон зилот придает этим растениям особую магическую силу симона в день особое внимание уделяли и уходу за домашними животными коров кормили желтыми травами чтобы масло сбиваемое из их молоко было ярко желтым имела лучший вкус кроме того отваром из трав мылевыми буренок чтобы молоко быстрее превращалась сметану эти традиции были не просто бытовыми но и ритуальными поскольку верили что таким образом можно улучшить качество молоко и его производных продуктов также 23 мая считался пророческим днем когда все гадания были особенно точными и верными одним из популярных способов гадания был следующий ритуал накануне вечером нужно было взять 12 бобов 11 белых и один черный и положить их под подушку перед сном утром доставали одно зернышко если попалась белое это означало что в ближайшее время не предвидится ничего дурного черный боб напротив был знаком предостережения означал что от намеченных планов лучше отказаться и провести день дома но если же остаться дома было невозможно то перед выходом следовало трижды прочитать такие слова симон зелот защити меня от беды и зла сохрани меня пусть путь мой чистым и светлым сделай силы и здоровья мне подари аминь именно этот оберег считался мощной защиты от любых негативных воздействий и помогал справляться с трудностями которые могли встретиться на пути народ традиционно почитал землю как свою единственную кормилицу и в этот день крестьяне старались не копать землю лопатами и плугом чтобы не повредить матушку землю землю оберегли ведь она давала урожай и обеспечивала жизнь всей общине считалось что в этот день можно только сеять ходьба босиком по полю приветствовалась так как народ верил что это помогает вылечить болезни и набраться энергии от могущественной земли ходить босиком было своеобразным ритуалом единение с природой и получение от нее силы 23 мая считалось что симон зелот помогает кладоискателям находить ценные сокровища поэтому в этот день рекомендовали перебрать все свои вещи чтобы найти забытые крупные купюры или драгоценности многие отправлялись в лес и на поля чтобы искать клад также зимон зелот как мы ранее сказали покровительствовал и травником в этот день было принято собирать лекарственные травы и коренья считалось что перед походом в лес нужно тщательно вымыть тело и обязательно надеть чистую одежду травы и коренья собирались с особым уважением растения срывали не голыми руками а через тонкие платочки и рушники перед сбором трав обращались с просьбой к матери земле о благословении этот ритуал считался важным чтобы не нарушить гармонию с природой и получить максимальную пользу от собранных растений перед сбором трав и кореньев нужно было подготовиться травники выходили на болота леса и поля чтобы собрать зелья которые использовались для лечения но и каждое растение имела свое назначение и знание этих тонкостей передавалась из поколения в поколение и день симона зелота был наполнен конечно же различными обрядами и ритуалами которые помогали людям жить гармонии с природой вот это например в этот день коров кормили желтыми травами чтобы масло было вкусным и отваром из трав мылевыми коров чтобы молоко быстрее превращалась сметану 23 мая в день симона существовал и ряд народных запретов и предостережений связанных с различными действиями эти народные приметы и традиции передавались из поколения в поколение многие люди до сих пор следуют им чтобы избежать возможных неприятностей и обеспечить себе благополучие в день симона категорически запрещалось выполнять работы связанные землей по старинным поверьям земля в этот день отмечает свои именины и тревожить было ее запрещено нарушение такого запрета например как бы ранение рытье или вбивание кольев может привести к большим бедам посчиталось что человек нарушивший этот запрет может серьезно пострадать упасть пораниться или получить травму земля должна была отдыхать и поэтому любые земляные работы следовало отложить на другой день в этот день не рекомендовалось и прятать деньги так как по народным приметам они могут быть быстро найдены даже если и лежат в надежном месте это суеверие связано с верой в то что деньги спрятанные в день симона зилота привлекают к себе воров или теряются также в день симона зилота нельзя было тратить и много денег считается что те кто будет расточителен в этот день потом будут жить в долг напротив экономные люди будут вознаграждены в будущем сохранение денег в этот день обещала благополучие и удачу финансовых делах также в этот день нельзя было уклоняться и от уборки в доме порядок и чистота должны были царить в каждом уголке это суеверие связано с верой в то что хаос в доме приведет к проблемам в бизнесе в деньгах и в отношениях у хозяев у которых дома будет беспорядок возможны трудности не только в делах но и в личной жизни 23 мая ни в коем случае нельзя было оставлять кошелек пустым если кошелек будет пуст то и в будущем он будет часто оставаться без денег важно чтобы в день симона зилота в кошельке находились хотя бы несколько крупных купюр монеты для этого не подходят так как они не символизировали богатство и достаток в той же мере что и купюры в этот день не рекомендовалось пересаживать комнатные растения считается что в день симона зилота растения могут и не прижиться в новой земле что приведет к их увяданию лучше отложить пересадку на другой день когда земля будет более благоприятной для этого процесса также друзья этот день был особенный и существовало множество предписаний что можно и нужно делать чтобы обеспечить себе и своим близким благополучие и удачу уборка 23 мая была не только разрешена но и настоятельно рекомендовалась в этот день важно не оставлять в доме хаос грязь и разбросанные вещи нужно все разложить по местам провести генеральную уборку смахнуть пыль и навести порядок считается что чистота в доме будут способствовать порядку и благополучию в работе и финансовых делах когда дом сияет чистотой это привлекает позитивную энергию и устраняет негативные влияния далее можно ли ходить на кладбище запрета на посещение кладбищ 23 мая нет в этот день можно спокойно навещать могилы своих близких и родных приводить в порядок захоронения возносить молитвы и вспоминать умерших также посещение поможет установить связь с предками и выразить им свое уважение и почтение крестить детей и взрослых 23 мая не запрещено этот день когда можно провести этот важный обряд в любой удобный для вас момент крещение символизирует духовное очищение и рождение в новой вере поэтому его можно проводить в любой день который подходит вашей семье обращаем ваше внимание что 23 мая хороший день для трудовой деятельности однако лучше избегать работы с землей так как в этот день земля считается именинницей любая другая работа будь то домашние дела профессиональные обязанности творчество приветствуются и будет успешной в этот день разрешено принимать водные процедуры топить баню или посещать сауну вода в этот день символизирует очищение и обновление поэтому купание будет особенно благоприятным и принесет чувство свежести и чистоты а вот сон приснившийся в ночь на 23 мая может исполниться через 7-10 дней если в это время сон не сбылся то он уже точно не исполнится народные поверья считают такие сны пророческими и придают им большое значение люди рожденные 23 мая обладают большой внутренней энергией способностью делиться ею с окружающими людьми они заряжают всех вокруг позитивными эмоциями вдохновением и силами как правило такие люди обладают шармом и харизмой которые привлекают к ним внимание они могут быть и лидерами в своем окружении вдохновителями и поддержка для своих близких и для своих друзей также друзья напоминаем что у нас вами 23 мая полнолуния в знаке зодиака стрелец полнолуние начнется в 16 часов 53 минуты по московскому времени и луна будут находиться в полной фазе почти сутки также это полнолуние называют цветочным потому что именно в конце мая земля прогревается и расцветают цветы кроме того в этом году полнолуние совпадает с влиянием энергии знака зодиака стрелец что может вдохновлять людей раскрыться со всех сторон развести могут даже те сферы жизни на которые раньше вы возможно не обращали вообще никакого внимания вот такой друзья у нас с вами день 23 мая по народным приметам традициям и обрядом друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео в комментариях напишите ваше мнение придерживайтесь ли вы народных примет ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующее рекомендованное видео для вас нажимаете на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ